Как настрой перед концертом? Боевой, чудесный, концерт великолепный будет. Ну, просто чувствую, ожидается много народу, группа хорошая. Откуда вы знаете, что много народу? Ну, информационные делали такой анализ небольшой, и я думаю, что народ будет. Вообще, что ожидаете от этого конкретного выступления? Оно у вас коммерческое или как? На самом деле, коммерческое, по большому счету, назвать его очень трудно, потому что мы решили просто сыграть в очень хорошем клубе. То есть, и вот, как бы, объединили усилия, арендовали зал, собрали. А вообще, в каком статусе? Вы вот как профессионально этим занимаетесь, или это в свободное время? На самом деле, это как смотреть на это. Ну, всю жизнь... Зарабатываете? Ну, бывает, и зарабатываем, конечно, да. Но и помимо музыки, еще все музыканты работают еще. А в этом зале первый раз? Да, в этом зале первый раз. Группа Дурайда для вас выступает. Мы сегодня Дурайда, день дурака, ну да, как бы, вот такие вот хреновины. Ну, поехали, встречайте нас! Дурайда, день дурак, ну да, как бы, вот такие вот хреновины. Вы приехали все из Волгоградской области, правильно? Нет, не все, это мы вот вдвоем с Васей остались уже. Мы остались из Волгоградской области, из города Камышина, есть такой город. Вот у вас в истории написано, что в 95-м году вы образовались, а приехали сюда в 2005-м. Вот почему спустя 10 лет, и вот те 10 лет вы что там делали? Были ли вы там известны, популярны? Да, в своем роде легенда в своем городе, да, скажем так, ну и в окрестностях. Играли, конечно, естественно, 10 лет играли в Волгоград, Саратов, в Москву мотались, в Питер сюда приезжали на гастроли. Но вы приехали вдвоем или всей группой сюда, вот на тот момент вы были? На тот момент мы приехали в 2005-м же, да, приехали, да. Я, Вася, и гитарист еще был у нас, Женя, ну он сейчас занимается своим проектом, как бы мы втроем приехали. А здесь уже сейчас музыканты, то есть... Вы приехали на постоянное место жительства, вот как вы умудрились так вот все группой, ну или втроем, да, вот собраться, сорвались на сиженных мест, да, и поехали в Питер искать чего? Рук-н-ролл. А там как, в Камышине сложно? Ну, поймите, город 150 тысяч населения, да, конечно, но это очень трудно. Все, что там можно было сделать, мы уже сделали, то есть там предел был, все. Ну и как, Питер оправдал ваши надежды? Ну, конечно, оправдал. Во-первых, городу там не было, выхлопа не было в каком смысле музыкальном, вот представьте, мне было 43 года, когда я оттуда сорвался. И многие задают вопрос, мол, как ты, дядя Вася, вот так вот? Я говорю, ну как, ну вот так. А вообще, с Александром мы играли еще до группы, это, знаете, раньше такие были ВИА. То есть мы работали на хлопчат-бумажном комбинате и встретились там, как бы, он был директ-зап-клубом, заведующим клуба. И, естественно, съем там, ну, все эти, Антонов, Макаревич, это все у нас. И вот так потом, когда вот задумка Александра, создать группу, сразу нашли друг друга. Были, конечно, большие припоны. Многие, кстати, не верили, когда мы уехали, что у нас что-то получится. Но сейчас эти же люди, как сказать, не то, что гордятся, а вот говорят там, у себя, у себя там дома в Камышном народе говорят, вот, знаю там, Александра, знаю там, вот. А вы наведываетесь туда с концертами? Конечно, конечно, конечно. Я царинка червя, я какая-то звезда, но я пример, я свободен одну, и отъелись, и прочей, и судьба. Вот такая вот звезда, обойтись музыканту без звезда, чтобы эту пестрошек. Вот, танцуют все! У вас три альбома, да, записанные, я так понял? Ну, в принципе, да, но первый полноценным альбомом «Труда» назвать мы его писали еще в Камышине. А почему все три альбома начинаются со слова «семь»? Вот «семь светлая» вообще звучит, как Марка Пила. Ну, на самом деле, это ассоциация. Почему «Три семерки»? Ну, была такая мечта собрать «Три семерки», число Бога. Ну, как, вот так, изоторитет. То есть, как бы, у нас и в названии, как бы, да, философский, так, практически, само слово «Дорайда», как бы, да, то есть, оно предполагает это. А вот этот стиль, который вы используете, такой вот позитивный мейнстрим, это намеренно было выбрано из самого начала, вот с 95-го вы так играли, или это была сначала какая-то там болезнь хард-рока, тяжелого рока, а потом пришли к этому, или как? Абсолютно сразу, многие, как бы, песни именно в тот период и написаны, то есть, мы до сих пор исполняем, как бы, то есть, да, вот, то есть, у нас... То есть, вы не изменяли стилью в самом начале? Нет, никогда у нас был автор, ну, к сожалению, покойный ныне, «Дым» Дмитриевич Карачев, у нас был гитарист, соавтор, мы с ним много песен вместе написали, и его были песни, мы до сих пор, кстати, их исполняем некоторые, то есть, ну, вот, человек пришел. Как-то само собой рождается, и поэтому этот стиль как-то... Мы не смотрим за модой, что рэп, там, вот, чисто или чисто тяжелее. Чего, что пьет, наверное, да, как-то вот... Да, вот, отсюда льется изнутри, так вот получается. Блюз, у нас получается блюз. В рок-музыке врать нельзя, поэтому... Рок-н-ролл у нас получается рок-н-ролл. Все садимся, вот, написали, вот, есть новые песни совместно, вот, с нашим арт-директором. Все садимся, а музыканты уже обрабатывают, как бы, аранжировочку делают. Предлагают, и там решаем, что как, и вот оно получается, понимаете, такое. Все вместе получается то, что нам нравится и людям нравится. Ну, да, вот не получается вот здесь такого разрыва между тем, что вам хотелось бы играть, и то, что требует публика. Все-таки выступления вот в таких небольших клубах, это, как правило, молодежь туда приходит. Как у вас складывались отношения? Ты спрашиваешь, я понимаю, о чем ты спрашиваешь. То есть, в данный момент присутствуют определенные течения, скажем так, модные на сцене, на рок-сцене. Дело тут не в этом. И тут даже дело не в том, что, допустим, мы вот не предаем свой стиль, который иначе. Не в этом дело. Дело в том, что человек воспринимает свой мир и передает его другим так, как он это считает. Вот мы единение, как бы, да, музыкантов, которые собрались, которые... Им нравится делать именно вот это, да, понимаешь, о чем я говорю. Поэтому тут дело не в каком-то там выбранном направлении, не в передаче. Мы такие, я подчеркиваю, да, мы видим так, мы чувствуем так. И я считаю, что, допустим, то, что мы играем, это очень хорошо. Потому что, допустим, русский рок, как бы там многие говорили, не говорили, но только понятие есть. Оно существует, от этого никуда не деться. И вот для моего восприятия это так, что западные великолепные какие-то рифы, да, помноженные на нашу мелодичность. Вот в чем наша фишка, как бы, не только Дорайды, а вот группа, которая играет в этом направлении, что мы отличаемся от всего мира вот этой нашей русской мелодичностью, какой-то вот разухабистой, что ли, я не знаю, как это назвать. Подачей. Подачей, да. Ну, как-то вот немножко другое. И кто-то говорит, что надо играть в фирму, ну, ради бога. Кто-то играет там какие-то модные, сейчас очень много всяких вещей. Много жангоязычных, сейчас молодых ребят много играет. Мы играем то, что мы играем. Тоже, да. Причем мы играем вот свое. И на концерты ходит не только, как бы, публика нашего возраста, ходит и молодежь. То есть им тоже это интересно. Так вот я об этом говорю, что в такие клубы в основном-то ходит молодежь. Ничего страшного. Так нет, на наши концерты ходят и 40-летние, и старшие. Ну, вот сегодня. Для этого надо, чтобы они вас сначала узнали. Вот как этот период проходил сложно? Были какие-то моменты, когда не получалось, пустые залы и так далее? Тяжело. Музыкантов много хороших, вы понимаете. Очень много хороших музыкантов. И тяжело, пришли ребята, да, вот, вы хозяин клуба, хотите, чтобы вас сыграли. Мы приходим, а вы нам говорите, вы кто? Вы нас не знаете. Вы знаете воскресенье, вы знаете. То есть вы купали билеты, все это, все это. Ну, было все. Все. И ребят своих старались, там, давайте, приходите. Большинство поначалу вообще бесплатные были, там. Вплоть до того, что мы у вас вот посидим, пивка попьем, пойдем вас послушаем. И такое было. Словно бешеный пёк, что на луну, я ору тою луне, эти злые губы летят мне, ой, я объявляю войну, я войне объявляю войну, только надо ли это? Вы часто выступаете? Сейчас стали выступать реже, потому что, как бы, уже начинаем выбрать определенного рода политику, что лучше выступать чуть реже, но очень в хороших местах делать хорошие концерты. Сначала, да, выступали часто, то есть, клуб есть, да, вот, есть клуб, а давай, а давай, а как-то так. Просто друзей на каждый концерт же не натаскаешь? Естественно, были концерты, где практически не было народу. Три человека было, мы играли. Ну, мы все равно играли. Но эволюция есть, вы чувствуете? Конечно, конечно. Ну, если мы играем сегодня в зале ожидания, вы нас снимаете, ну, как-то, наверное, что-то происходит. А вообще в России, по-моему, делать все у нас вопреки чему-то. Ну, то есть, если на Западе выстроена целая индустрия, как бы, раскрутки групп, там ходит менеджер и отсматривает концерты, да, то есть, потом подходит, 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 сказал, у нас это вопреки все. Сначала группа, надо что-то доказать, надо состояться как группа, как музыкальный коллектив, своей философией, своими песнями, своими хитами уже выстрелившими, вот тогда только кто-то начинает интересоваться и заниматься. Ну, вопреки. То есть, грубо говоря, если группа не придет как бульдозер и не имеет что-то внутри, у нас в России не получится стать более-менее известным. Нереально. Лбом стукать, лбом стукать, вот как у нас что и было. Жизнь, как бы, и то не у всех получается, потому что, ну, где-то чего-то у кого-то не хватает. Я не хочу сказать, кто-то менее талантлив, но просто, вот, ну, так, не легло, как у нас в России говорят. Да, не легло. Не легло, ну, вот и все. Кто-то где-то оказался в нужном месте, а кто-то нет. Ну, вот принято обычно еще спрашивать, какие коллективы повлияли на ваше творчество. Давайте начнем с западных, а потом перейдем на наши. Запад, Битлы, Слейд, Элло. По возрасту, да, вот начиная и там отдельно, и басисты, басисты, там я могу называть очень много. Хотя в музыке, вот в музыке, да, чисто разносторонней, я очень с удовольствием. Кстати, Пинков любит, Пинк Флойд. Да, Пинк Флойд люблю я, потому что был, пацаном все это слушал, я и... Одновременно вы не сидели просто, ну, Федя это чудо просто. А наши, наши? Наш, весь Ленинградский рок-клуб полностью. Ну, то есть, почему в Питер-то и приехали, как бы, то есть, вот, собственно, да? Да, а почему вот не Москва? Ну, потому что... Все-таки там считается большей возможности для реализации творческой, нет? Нет, я вам скажу честно, что даже... Нет, в Москве плохо, я то приезжаю, мне это начинает как... По восприятию, по восприятию людей, вот мы приехали в Питер, приехали в Питер, и мы чувствуем, что нас люди слушают. В Москве они, понимаете, они избалованы. Вот мне кажется так, это лично мое мнение, да, потому что... Я не хочу обидеть никого, я люблю Москву по-своему. Крутые команды бывают, и англичане, там, и Америка, там, все. А в Питере вот именно такая, вот знаете, как атмосфера, что ли. Питер волшебный город, он эзотерический. У них каждого примет, а если человек полюбил его, и город его полюбил, получается такая гармония, которая в утонченных, самые тонкие, чистые человеческие качества, они начинают выходить и помогать, как бы делать общую, как бы, ауру человека лучше. Просто некоторые, даже питерские музыканты, со временем переезжают в Москву и там делают свои дела, а сюда просто с концертами. Каждому свое, у каждого свой путь, надо никого укорять, говорить, вот, допустим, кому-то нравится в Москве, так ради бога, это же... А нам здесь нравится, мы никуда не поедем. Ну, потому что... Мы здесь живем, это наш город. Играли мы в Москве, и много друзей, знакомых. Да, есть, и мы сейчас зовут Москву опять, как бы, нас. И зовут нас ребята, и, ну, вот, не знаем, Питер это все-таки, само слово Питер. Он, как обычно, залетим в толпе, он, наверное, мальчика, он сам по себе, ему виза не виза, и никогда он с кем не вликует. Он не печатся, неплохо одет, но нам опасны не ищет отмель, и он не знает куда, и почему он ее не кайфует. Он не опасен, как в глазах пустота, но без причины доволен всегда. Он не опасен, как в глазах пустота, но все его стороною откроет. Он не алкаж, даже не радарман, и не конденсанта, и порван карман. Он не опасен, как в глазах пустота, но без причины доволен. Дегенерак! 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 Команде с периферии, команде с периферии за 6 лет очень пробиться, хотя бы вот даже до такой сцены. Очень тяжело. Это правда, и ребята, кто играют, это знают. И знают и многие, даже местные команды, ну вот, говорят, ну вот как, вот приходят, вот к сане прибегаем. Ну и как, что бы вы посоветовали? Вы пока что, у вас здесь не сольный концерт, а сборный все-таки, но тем не менее уже здесь. Вот что бы вы могли посоветовать тем, кто может уже играть несколько лет и... Назначено. Человек должен иметь в себе стержень. Если ты выбрал этот путь, иди до конца. Да, знаете. Главное, во-первых, человек должен поверить в себя и научиться себя прощать. Если человек не научился себя прощать и в себя не поверил, ничего не получится. Если ты считаешь, что это твой путь, если ты можешь, иди до конца. Да, все. Других рецептов нет. Многих соблазняют деньги, как вы вот сказали, вы говорите, Москва, да? А многие просто, вот он любит музыку, он играл и знают его там, те ребята, которые хотя бы чуть-чуть продвинулись. А он выбрал, он работает менеджером, все, хотя внутри вот это вот оно, оно все равно сидит. Мы все работаем. Мы музыкой, так сказать, да, мы там, бывает, вот там с поездки приехали, заработали что-то. Но вот тут вот у меня ее сейчас отнять, да, я буду ходить на работу, я буду у меня также семья, приходить домой, но я буду как зомби. Без музыки я буду просто вот и это или что-то вот, ну и не знаю, вот не хватает этого, когда ты выходишь со сцены. И знаете, вот как-то слушал я Шаврину у себя ночью на работе случайно, или по Мустовой, там новости идут какие-то. И она говорит, это приятное чувство, вот я согласен с ней, вот ты уставший, а она приятна, эта усталость. То есть ты, люди тебе дают, и ты людям отдаешь, и ты видишь, что эти люди улыбаются, и тебе так хорошо становится. Поэтому как бы вот. Не могу спросить о планах ближайших и не ближайших, но я хочу спросить вот в каком контексте. Молодые музыканты, обычно, которые приезжают в столицу, они вот, ну, у них есть какая-то мечта, они себя как-то видят на сцене, там, в свете софитов, перед большой публикой. Ну, то есть есть какой-то там, ну не знаю, предел, не предел мечтаний, но какая-то картинка вот складывается, чего бы они хотели, в принципе, добиться, вот эти мечты. У вас сейчас, вы как себя видите вот в ближайшей и вот в перспективе, в пиковой, так скажем, что бы вы хотели? И как, насколько вы оцениваете, насколько это реально, нереально? Ну, во-первых, чего же там скрывать? Мы хотели бы попасть в ротацию на хорошую радиостанцию, как бы, именно в ротацию. Нас по радио, по многим радиостанциям крутили, как бы, но именно попасть в ротацию, да, очень хотелось бы. Ну, у нас других нет. А вы не пробовали ходить? Вот, кстати, реклама этого концерта, по-нашему, радио уже крутится. Вот, как бы, но, как бы, пока вот такие у нас отношения с ними, что вроде, да, что мы есть, и они знают, что мы есть, но вот как-то там Москва решает, вот, а тут непонятно все это пока, да. Опять же, понимаете, голова Москва, вот вроде бы, да, и ребята слушают нас и знают. Дальше что? Будем играть в клубах, я считаю, не меньше, чем этот, хотелось бы, да, ну, то есть вот у нас планы на космонавты есть какие-то там прочие. Нас очень любят байкеры, мы очень часто играем на байк-слетах, вот сейчас начинается, открытие сезона будет, вот, мы же на открытие сезона приглашены, на разные фестивали, то есть лето будет все в гастролях практически. Ну, вот, в феврале мы, когда мы, в конце февраля мы с Украины проехали, с гастролей Киев-Одесса. Киев-Одесса, здорово, приняли. Приходите на концерты, мы вас любим, дело не в том, что мы что-то хотим вам сказать, дело в том, что вы хотите услышать, это самое главное, если вы будете приходить, мы вам это скажем, мы вас любим, приходите. Да, да, когда зритель тебе улыбается, это очень-очень приятно, не в зависимости, сколько ему лет, 3 ему года или ему 65 лет, это здорово, это здорово. Музыканты. Просит автографы вот у Васи, да, или там у меня, это очень приятно. И если будут говорить какие-то музыканты, да нет, это глупости все это, глупости. Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но все равно уж не ради автографов. Нет, конечно, нет, конечно. Это, да, приятное дополнение, которое дает определенный стимул, который подпитку, вот, видишь, а, вот, вот, все-таки надо это людям, это, так это дает силы, духовные силы человеку продолжать это делать, вот и все. Многие люди просто подходят вот ко мне, подходят, говорят, дядя Вась, я давно хотел бы вот с тобой поздороваться вообще. Я говорю, ну, давай я тебя обниму. И смотрит человек, вот, молодые ребята, обнял его там весь мокрый со сцены, они уходят, они уходят вот с вот такими лицами. Разве это плохо? И мне хорошо, и ему здорово. Мы даем со сцены энергии, а зритель дает ее назад. Потому что если обмена энергии не будет, ну, то есть, то группа сама по себе, она, да, мы, как бы, мы, как вулкан выдаем, но нам нужна подпитка тоже. А если не будет обратной связи, то, собственно, это очень плохо. Поэтому давайте меняться энергии, приходите на концерты. Вот так. Да, я вам желаю не завиздиться, когда станете совсем-совсем модными, и новых тем для того, чтобы горела творческая жилка, не иссякала. И удачного вам выступления сегодня. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Я пойду добровольцам на фронт и вступлю в комсомол Мне надут автомат и патроны и пару гранат Ну а если откажутся, уйду в партизанский отряд Я пойду добровольцам на фронт и вступлю в партизанский отряд Я пойду доброволен! Я пойду добровольцам на фронт и вступлю в партизанский отряд Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это она все решила за нас Блин, не простит музыкану Что про меня свою жизнь на бабло Сытость все, а не признак таланта Сытым бывает обычно герьмо Ночью в море заблевкаются ноги Во небе у нас, как сильнейший глаз Жаль, что и мы выбираем дороги Это она все решила за нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин Блин, не простит музыкану Заплетаются ноги Во небе у нас, как сильнейший глаз Это не мы выбираем дороги Это луна все решила за нас Жаль, что не мы выбираем дороги Это луна все решила за нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА